Вересковый мёд Пришёл король шепланский, безжалостный, к врагам. Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. На Вересковом поле, на поле боевом, Лежал живой на мёртвом и мёртвый на живом. Лето в стране настало, Вереск опять светёт, Но некому готовить вересковый мёд. В своих могилках тесных, в горах родной земли, Малютки и медовары приют себе нашли. Король по склону едет, над морем на коне, А рядом бреют чайки с дорогой наравне. Глядит король угрюмо и думает, Кругом Вереск цветёт, а мёду мы не пьём. Но тут его васалы приметили двоих, Последних медоваров, оставшихся в жилах. Вышли они из-под камня, щулись на белый свет, Старый горбатый карлик и мальчик пятнадцати лет. К берегу моря Крутому их повели на допрос, Но ни один из пленных слова не произнёс. Сидел король шпанский, не шевелять в земле, А маленькие люди стояли на земле. Гневно король промолвил, Пытка обоих ждёт, Если не скажете черти, как вы готовите мёд. Сын и отец молчали, стоя у края скалы, Вереск звенел над ними, С моря катились полы. Но тут голосок раздался, Слушай, шапланский король, Поговорить с тобою с глазу на глаз позволь. Старость боится смерти, Жизнь я измены куплю, Выдал заветную тайну, Карлик сказал королю. Голосом у барабьины резко и чётко звучал, Тайну давно бы я выдал, Если бы сын не мешал. Мальчику жизни не жалко, Гибель ему нипочём, Мне продавать свою совесть, Совест не будет приём. Пускай его крепко свяжут, И бросит в пучину войны, Я научу шапланцев готовить старинный мир. Северно-жапланский воин Мальчика крепко связал, И бросил в открытое море Прибрежных отвесных скал. Волны над ним замкнулись, Замер последний крик, И эхом ему ответил с обрыва Отец-старик. Правду сказала шапланца, От сына я ждал беды, Не верила я в стойкость юных, Небреющих бороды. А мне костёр не страшен, Пускай сильно умрёт, Моя святая тайна, Мой вереск, Мой вереск, Мой вереск, Продолжение следует...